Участники акции подтягиваются постепенно. В «Видном» съезжаются экипажи, в том числе и из самых дальних уголков Московской области. Для старта журналистского автопробега под названием «Подмосковье. Спортивное» административный центр Ленинского района выбран не случайно. Здесь одна из самых развитых спортивных инфраструктур в регионе. В «Видном» нас поняли сразу с первого, что называется, контакта. И я уверена, что в «Видном» все будет на высшем уровне. Мы не зря стартуем в «Видном». Автопробег журналистов «Подмосковья» пройдет по маршруту «Видное» до «Модедово-Чехов». На торжественном построении экипажи, представляющие более 10 муниципалитетов Московской области, приветствовал глава городского поселения «Видное» Моисей Шамаилов. Очень рад, что 10-й юбилейный автопробег, во-первых, проходит у нас на нашей земле Ленинского района и конкретно в городе «Видное». И второе, что посвящен спорту. Юбилей победы и народные промыслы, научные достижения и экология. Каждый год журналистская акция имеет свою тематику. Татьяна Прокофьева – ведущая обозреватель радиостанции в Ногинске. На первый автопробег она приехала, едва получив права, и сразу серьезное испытание. Первый автопробег был посвящен юбилею Московской области. 70 лет отмечали. И тогда мы проехали по периметру Московской области. Это была очень длительная поездка. Несколько часов мы ехали от Колумны до Сергиева Посада. Понимаете? Оказывается, мы думаем на карте, ну такая небольшая наша Московская область. А ехали мы очень долго. После традиционной команды по машинам экипажи отправляются по первому адресу. Это современный фитнес-центр, построенный в «Видном» совсем недавно. Вместе с главой поселения и руководителем заведения экскурсию проводит член Союза журналистов России Олег Федоров. Что здесь было, это не описать ни словами, ничем. И вот что из этого получилось, и люди вкладывают, чего в греха таить, люди вкладывают свои деньги для того, чтобы жители были здоровы. Мне кажется, это дорогого стоит. В нынешнем автопробеге принимают участие более 30 представителей газет, радио и телевидения Московской области. Основной костяк участников не изменен на протяжении многих лет. Мы, может быть, слышали что-то, но не видели. Может быть, вообще не знали. А у нас есть очень много интересного, о чем жители нашего региона должны знать, жители соседних районов. Чтобы, возможно, там побывать, увидеть, познакомиться и порадоваться. Не обошли своим вниманием участники автопробега и коллег из телекомпании «Видное ТВ». Тем более, что здесь выпускаются телепрограммы, в том числе посвященные и спорту. Специально для гостей также была проведена небольшая экскурсия. С вами в студии Олег Федоров. Ой, извините, я забыл надеть петличку. С особой гордостью участникам автопробега продемонстрировали обновленный стадион «Металлург». Как и положено на таком мероприятии, журналисты не только получили массу полезной информации и ярких впечатлений, но и сделали свои маленькие открытия. Я не знала, что есть такой вид спорта, как мотобол. И сегодня я увидела, собственно, тренировку спортсменов. И я, конечно, очень удивлена, потому что, ну, мне кажется, это очень сложно, как бы в движении еще и как-то пинать мяч и забивать ворота. Мотобол и футбол, борьба и плавание. Участники автопробега не скрывают, начало получилось достойным. И теперь главное сохранить это настроение до финиша акции. Если в конце автопробега уже вся программа выполнена, уже финиш состоялся, а люди не разъезжаются и не хотят расставаться друг с другом, я считаю, что автопробег удался. Судя по опыту и подобранной программе, именно так и получится. Завтра экипажи отправляются в городской округ Домодедово. Всего автопробег продлится три дня. Максим Козлов, Николай Карбанов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.